ну что ж ребятки я всех приветствую сегодня будет довольно таки интересное видео в котором я вас научу работать на ферме то есть в этом ролике будет некий хайд как работать что нужно делать расскажу вам некоторые нюансы как лучше делать что лучше делать там и так далее постараюсь вам всё внятно объяснить чтобы все поняли не знаю получшеа у меня над но я буду максимально стараться чтобы ролик получился максимально понятный информативные чтобы посмотрели и мы ли спокойно пойти работать от вас я конечно же хочу видеть максимальную активность давайте на этом ролике наберем 200 лайков я вам буду максимально благодарен потому что видос сложные его сложно как бы записывать сложно будет вам все объяснить но я реально постараюсь поэтому от вас реально качевить максимальную активность ну и конечно же не забывайте то что игра на проекте амазин хрп на втором сервачке заходить играть вместе со мной вся подробная информация есть описании под видео но для тех ребят которые хотят при старте и получить денежку конечно же есть мой промокод вводите промокод полканов на любом серваке до 5 уровня за него получите 300 тысяч рублей я вам свою очередь могу пожелать только приятного просмотра приятного аппетита усаживайтесь поудобнее берите с собой попить покушать и наслаждайтесь данным роликом всех обнял приподнял полетели ну что ж ребятки что вам нужно в первую очередь сделать это конечно же купить семена лейку удобрения и химикаты где это можно сделать пишите команду slash gps выбирайте второй пункт общественные места и здесь у нас получается будет рынок батырева и рынок южного приезжайте на один из этих рынков и здесь будет получается баба нина у которой вы можете все это приобрести она своими нет местоположение каждый пейдей поэтому сейчас она здесь следующий пейдена может быть в батырева либо остаться здесь здесь вы конечно же можете прочитать получается информацию что зачем куда и как и обратите внимание то что с блэк гибкой скидка действует 25 процентов и так вам в первую очередь нужно определиться что вы хотите выращивать как бы здесь вот есть семена их есть определенное количество каждый пейдей они обновляются я сегодня буду выращивать помидоры поэтому давайте купим именно помидоры ну что ж ребятки давайте я вас научу разбираться в генах потому что это очень важно пацаны это вам поможет реально очень сильно если вы будете что-нибудь выращивать получается есть хорошие гены есть плохие плохие гены это получается w и x и много w вот это пацаны надо просто сразу выкидывать и здесь видите у меня есть много иксов это тоже очень плохие семена то есть где много иксов и w эти семена выкидывайте они вам очень сильно вредят потому что x и они приманивают паразитов а w большое потребление воды лучше выбирайте вот такие вот удобрения допустим вот видите как у меня вот эти g g g g это ускоренный рост а получается у это больше большой урожай и n это получается большое здоровье поэтому при покупке семян обращайте на это внимание если будет вот такие вот семена как у меня то есть где много иксов много w то такие семена нужно выкидывать их лучше не вращивать потому что с ними будет намного больше геморроя после того как вы купили семена когда вы уже выбрали отличные семена выкинули плохие вам нужно купить все остальное для выращивания вы выбираете третий пункт другой ассортимент и здесь покупаете удобрения для каждого получается овощи которые будете вращивать там кукурузы и так далее нужны свои удобрения то есть мы нажимаем удобрения здесь их всего из 4 штуки допустим у меня помидоры помидоры для них нужны минеральные удобрения которые я в принципе сейчас приобрету где-то штучек 10 я думаю нам это хватит то есть мы купили удобрения именно для помидоров то есть минеральное удобрение она подходит именно для помидоров для перца там и так далее итак ребята у вас сейчас на экранах есть специальная таблица с помощью которой я как бы сам ориентируюсь и с помощью этой таблице можно в принципе все выучить то есть у вас на таблице показаны гены и растения химикаты и что где находится то есть по этой таблице можете ориентироваться вы можете смотреть какие вам нужны получается удобрения и какие вам нужны химикаты для того чтобы убить паразитов и сколько литров вам нужно лить поэтому пожалуйста прежде чем этим всем заниматься изучите эту таблицу которая у вас на экране можете заскринить там сохранить себе потому что тема реально полезная удобная и без нее будет сложно ну что ж думаю с таблицы все понятно ребятки давайте покупаем все остальное то есть я купил удобрения которыми нужны для помидоров потому что выращивать я буду именно помидоры и на примере помидоров я вам покажу что и как нужно делать насчет химикатов лучше покупайте все химикаты все четыре вида потому что непонятно какой паразит у вас может появиться можете еще там машину положить как бы она все равно лично не будет я получается купил химикаты теперь нужно купить лейку то есть лейку покупаете обязательно без нее вы ничего не сможете сделать лейка как бы у меня есть я ее покупать не буду и покупать еще фляги с водой они нужны для того чтобы вы не бегали постоянно к бочке общей не заливали воду можете купить фляги и с помощью фляг себе уже заливать воду это очень удобно поэтому я вам также советую их купить чем больше тем как бы лучше ну что ж ребятки вы уже всем закупились купили удобрения растений там и так далее теперь следующее что вам нужно сделать это найти ферму пишите команду с gps убирайте третий пункт работы и 25 пункт это получается ферма то есть если вы вдруг не знаете где находится она находится в батырево вы можете найти эту работу с помощью gps она доступна с третьего как бы уровня следующее что нужно сделать это приехать получается сюда и занять какую-то теплицу здесь их всего три вида есть как бы маленькая средняя и большая отличаются они количеством рядок поэтому если вы не особо на опыте я вам советую брать просто обычную получается маленькую теплицу чтобы просто научиться хотя бы этим заниматься давайте сейчас сойдем свободно получается теплицу и уже будем как бы этим всем заниматься вот получается маленькая теплица нажимаем кнопочку е и здесь можем ее арендовать я арендую на 3 часа как бы я думаю этого нам захватить тем более аренды стоит и так уж и много ну что ж ребятки в итоге я арендовал теплицу теперь что вам нужно сделать вы открываете теплицу с помощью кнопочки е эта кнопочка действий и первое что нужно сделать это выставить температуру вашей теплицы вы подходите здесь и датчик также нажимаете клавишу действия то есть е и вам нужно выставить определенную температуру для вашего растения которое будете выращивать То есть я буду выращивать помидоры, мне для помидоров нужна температура от 12 до 25 градусов. Но хочу заметить, что датчик поднимает температуру до указанной и колебается в районе 1 градуса. Поэтому лучше поставьте какое-то среднее значение. Я допустим поставлю 18 градусов, я думаю этого в принципе хватит. Берем, выбираем, получается мы поставили 18 градусов и теперь нам нужно подождать, чтобы земля прогрелась. Как за этим следить, вот получается у нас написана температура, в правом углу здесь пишется температура нашей теплицы. Получается поставили температуру и нам нужно дождаться пока температура дойдет до той какая нам нужна. Ну что ж ребятки, вот моя теплица набрала определенную температуру, которую я выставил, теперь мы можем садить все что нам нужно. То есть нажимаем кнопочку tab, открываем инвентарь и выбираем, то есть давайте я сейчас выберу наверное самые лучшие гены. Допустим вот хороший ген, давайте мы его выберем и давайте мы его посадим получается. Все мы посадили, то есть вот начался процесс как бы и теперь что нам нужно сделать в первую очередь. В первую очередь вам нужно сюда налить воды. Сначала обычной воды, обратите внимание сколько у вас смещается воды именно полностью. То есть справа у нас пишется то, что у меня вмещается 5 литров воды. Итак ребятки, в первую очередь как бы нам нужно налить обычную воду, у меня всего вмещается 5 литров, я налью сейчас обычного 3 литра и 2 литра потом налью именно с удобрением. У нас есть фляги с водой, нажимаем использовать, вот у нас в лейке теперь есть вода. Теперь используем лейку и начинаем наливать воду. Я налью 3 литра и потом 2 литра еще налью именно с удобрением. Теперь мы берем минеральное удобрение, нажимаем использовать, именно это удобрение нужно для помидоров. то для каждого растения для каждого овоща нужны разные удобрения для помидоров нужны именно минеральные нажимаем использовать то есть мы смешали с водой то есть вот нас отображается это нажимаем использовать и теперь наливаем удобрения вот ребятки как бы готова то есть мы смотрим у нас 4 литра воды как бы имеется грунт у нас 99 процентов температура в порядке паразитов нету нам нужно следить за уровнем воды то есть воды должно быть как бы не особо мало и грунт у вас не должен падать ниже 30%, на это тоже обращайте внимание, если вы обратите внимание у нас пишется стадия, стадия первая всего их 5 штук, то есть на 5 стадии вы уже можете собирать урожай, я предлагаю посадить еще как бы помидоры, потому что один это как бы мало, поэтому давайте я сейчас посажу все грядочки и будем в принципе этим всем заниматься субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok ну что ж ребятки, вот я уже все посадил, занял я всю теплицу 6 рядок, то есть все как бы хорошо, вы сами видели как я это делал я думаю все элементарно, просто и понятно, я вам показал самое главное что вам нужно изначально делать, теперь нам нужно следить за нашими растениями, то есть у меня вот появился паразит, называется тля и для него нужны химикаты для тля нужны химикаты биологические, поэтому мы берем мы берем, открываем инвентарь, обратно наливаем воду и нам нужны биологические получаются химикаты нажимаем использовать, давайте посмотрим, у нас получается биологические химикаты, для химикатов этих нужно наливать 2-2,4 литра то есть если вы переборщитесь с химикатами то вы можете как бы просто погубить ваше растение как я и сказал ребятки гены это очень сильная тема которая вам реально поможет если у вас будут хорошие гены у вас как бы и меньше гемороя будет с этим растением и оно может быстрее вырасти понимаете и больше дать вам урожай поэтому на это пожалуйста обращайте очень хорошее внимание, чем лучше гены тем проще вам будет и лучше в принципе как такового гемороя здесь особо нету, то есть вам нужно следить просто за водой, за грунтом и за паразитами, то есть видите у меня грунт уже падает чтобы нам повысить грунт нам нужно просто добавить удобрения берем с бочки, наливаем в лейку воду минеральные удобрения это именно для помидоров как я и сказал ребята для каждого растения разные удобрения поэтому ориентируйтесь по таблице чтобы ничего не перепутать то есть вот теперь мы нажимаем использовать и наливаем ну примерно где-то 2 литра плюс-минус там литр, 2 литра чтобы у нас было 100% то есть вот тоже 100% то есть потихонечку поддержим так сказать грунт чтобы у нас все было хорошо то есть здесь 63% вот здесь тоже обнаружен паразит жук щелкун получается для него нам нужен системные химикаты то есть что мы делаем обратно берем, наливаем воду ищем системные химикаты вот они у нас нажимаем использовать и используем лейку получается системные химикаты нужно использовать от 1 до 1,6 литра то есть химикатами тоже ребята перебарщивать нельзя если вы перебарщили все вы можете погубить свое растение оно просто умрет нам просто нужно за водой сидеть поддерживать грунт и убивать паразитов если вдруг у вас закончится вода вы можете прибежать как бы вот сюда здесь есть бочки то есть они общие можете прибежать взять допустим лейку вот нажимаем использовать и вы можете как бы сюда налить воду То есть вам не обязательно покупать именно фляги на рынке, просто если вы покупаете фляги, с ними намного удобнее. Но так, если у вас вдруг закончились фляги, можете прибежать вот на любую бочку и залить себе в лейку воды. Также, ребятки, мой вам совет, лучше выращивайте что-то одно, потому что если вы будете выращивать там, допустим, лук и помидоры одновременно, то есть, ну, из этого ничего хорошего не получится. Потому что, как бы, допустим, для лука нужна температура там до 20 градусов, для помидоров там до 25 градусов. Лучше выращивайте что-то одно, вам так будет намного проще, намного легче, вы не будете путаться. Так, вот у нас снова, получается, паразит медведка обнаружен. Медведка, это у нас, получается, кишечные химикаты. Мы берем, получается, ищем кишечные химикаты. То есть, как я и сказал, определенного яда нужно определенное количество. Допустим, вот этого яда нужно 4 литра, проволочник обнаружен. Проволочник, это у нас, получается, тоже кишечный, поэтому мы берем и снова используем нашу лейку. Все, без каких-либо проблем, пацаны, то есть максимально все легко и просто, как бы если вы смотрите на таблицу, я думаю, вы все поймете, как бы, потому что я сам ориентируюсь именно по таблице. Вот, у нас даже пишется то, что химикаты действуют, все пропорции соблюдены. То есть, в принципе, пацаны, работа как бы не сложная. Я думаю, если вы посмотрите мой ролик, вы реально поймете то, что ничего здесь, в принципе, сложного нету. То есть, вот, паразиты сейчас умрут, как бы на это нужно определенное время. По грунту у меня все отлично, по воде все отлично. По температуре тоже все отлично. Теперь осталось дождаться пятую стадию и пока мы будем это делать, пока мы будем ждать, нам просто нужно соблюдать воду, соблюдать грунт и убивать паразитов, если они будут появляться. Ну что ж, ребятки, на одном из моих растений уже наступила пятая стадия, то есть, вот, можете сами это наблюдать. Стадия пятая, 6%. Если мы, допустим, захотим сейчас сорвать урожай, то есть, у нас это не получится сделать, нам пишет то, что для сбора нужно минимум 75%. Поэтому, вы ждете пятую стадию, ждете 70%, и потом можете забрать урожай. Я в первые дни, когда увидел то, что добавили ферму, я, честно, даже испугался, потому что, ну, я не знал, как здесь и что делать, то есть, я не понимал. Потом я стримил, мне скинули стаблицу, мне ребята на стриме, как бы, все объяснили, и вот, как бы, я это показываю вам. То есть, передаю свой опыт, как бы, как и что нужно делать. Возможно, где-то я что-то делаю неправильно, но самое главное то, что результат есть, как бы, вы сами это видите, то, что у меня все хорошо растет, никаких проблем нету. То есть, самое главное то, что есть результат, то есть, значит, я, как бы, в основном делаю все правильно. Возможно, где-то допускаю какие-то ошибки, но они не критические, потому что наши растения не умирают. И если вы на этом ролике покажете хороший актив, наберете 200 лайков, я запишу видео, где я уже возьму большую теплицу, куплю самые дорогие растения, которые можно будет дорого продать, и мы посмотрим, сколько можно заработать с самой большой теплицы. То есть, все, ребятки, зависит только от вашей активности. Если вы хотите подобный ролик видеть, как бы, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я с радостью запишу для вас такое видео, и мы посмотрим именно заработок. Потому что в этом ролике, ребятки, в этом ролике я вам показываю, как работать, как что делать там и так далее, то есть, это гайд, как работать на ферме. А уже другой ролик я могу записать, где мы именно посмотрим, сколько можно заработать, понимаете? Поэтому все зависит именно от вашей активности. Ну что ж, ребятки, вот мы и пришли к финальной части, а именно мы сейчас будем продавать урожай. То есть, я уже все собрал, у меня было всего 6 рядок, и из 6 рядок я собрал 88 помидоров, что я считаю, очень даже неплохо. Теперь мы подходим к фермеру, находится он недалеко от теплиц. Здесь мы можем, в первую очередь, прочитать информацию, то есть, если вам непонятно по таблице, вы ничего не поняли, вы можете подойти к фермеру и прочитать у него всю подробную информацию, как и что нужно делать. Но меня интересует именно продажа. Хочу еще заметить то, что цены каждой ПД разные. Сейчас, допустим, морковь стоит 7 тысяч, в следующем ПД она может стоить 10 тысяч, 15 тысяч. То есть, в каждой ПД цена на урожай меняется, поэтому обращайте на это внимание. Так, за раз можно продать 50. Ладно, продаем 50 сначала помидоров. Получаем 288 тысяч и продаем остальные помидоры. Так, 288 тысяч плюс получается 219. Итого, их примерно 500 тысяч рублей я заработал за полтора часа. Ребята, за полтора часа я заработал 500 тысяч рублей. То есть, если вы обратите внимание, допустим, давайте посмотрим, что самое дорогое. Это получается тыква. Тыква стоит 17 тысяч. К примеру, ребята, если бы я вырастил бы тыквы и продал бы их по этому курсу, у меня бы получилось полтора миллиона. Понимаете? Полтора миллиона. Я мог бы заработать в три раза больше, чем сейчас. В принципе, вы можете, допустим, вырастить там тыквы, положить их там в машину и выращивать потом что-то другое. Потом, когда поменяется курс, вы можете приехать и продать максимально дорого. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Ну что ж, ребятки, я думал, это можно заканчивать. Надеюсь, что я помог вам изучить данную работу. Вы сможете как бы работать и у вас все получится. Я постарался максимально все подробно объяснить, рассказать, показать. И надеюсь, что у меня это получилось. Ну а так, ребятки, не забывайте то, что я играю на проекте AmazingRP на втором сервачке. Все ссылочки в описании. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.